Как известно, электродуговую сварку изобрел русский инженер Николай Бинардос. С тех пор прошло более 140 лет, и современная механизированная сварка в среде защитных газов, наряду с электродуговой, во многом определяют облик отечественного машиностроения. Лучших алтайских инженеров-сварщиков, которые умеют варить газом и даже под водой, готовят на базе Алтайского технического университета. У нас кафедра с 1962 года занимается самыми современными технологиями. Мы являемся пионерами в области электрошлаковой сварки, в области лазерных технологий, в области электронно-лучевой сварки в вакууме. Очень много работ сделали по индукционной наплавке, сварке взрывом. Если при помощи взрыва сваривают детали подводных лодок, то полуавтоматическая сварка в среде защитных газов актуальна и для мирной промышленности, и для военной. Оборудование для такой сварки стало основой новой лаборатории Алтайского государственного технического университета. Примечательно, что эта лаборатория открыта на средства одного из промышленных предприятий региона. Зачем предпринимателям вкладывать науку? Интерес предприятия в том, что сейчас во всей промышленности Алтайского края и России дефицит кадров, поэтому мы видим необходимость в подготовке новых кадров студентов, чтобы они приходили на предприятия уже подготовленные к тем условиям, в которых они будут работать. Важно отметить, что эта лаборатория далеко не первая из тех, что открываются в образовательных учреждениях на средства предприятий региона. Открывая такие лаборатории, мы еще более совершенствуем учебный процесс, приближаем его к реальным условиям производства, что дает возможность нашим выпускникам уже чувствовать себя уверенно на любом производстве, не только на том предприятии, которое открывает эту кафедру, но и, в принципе, на любом другом предприятии. На любом предприятии, в любом дружественном государстве, таком, как, например, Африканская ТОГО. С начала детства мне очень понравилось мощное строение. Здесь обучение очень интересно и лучше. Я думаю, что у меня будет много чего передать. Алексос Симчоу намерен обучать современной сварке своих соотечественников из далекой Африки, в то время как российские парни видят в этой работе свое будущее и будущее своей страны. Отец сварщик, вот, говорит, хорошая профессия. Всегда с достатки будешь. Температура плавления стали 1500 градусов. Температура сварочной дуги от 3000 до 7000 градусов. Задача хорошего сварщика – объединить эти две стихии. У сварщиков политеха это получается хорошо. Константин Ганов, Илья Алексеев. Новости. 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 Новости